Всем привет, дорогие друзья, с вами Gameplan, меня зовут Юрий Аксёнов, и это обзор на игру Hell Raid The Escape. И в этой игре вам необходимо будет сбежать из какой-то древней башни, в которой вас заточил какой-то зловещий колдун. Итак, вся игра разбита на главы, которые вам предстоит проходить. Давайте начнём с первой главы и посмотрим, что же из себя представляет игра. Это своеобразный такой квест, немножко похожий на The Room, только здесь вы можете ходить свободно по комнате, не только перемещаться от объекта к объекту, а свободно ходить и взаимодействовать также с объектами. И ещё главной особенностью этой игры является то, что вас могут убить. Итак, каждая миссия начинается с того, что вы оказываетесь в каком-то саркофаге, и вам необходимо из него вылезти. Вылезаем из саркофага и оказываемся в какой-то камере заключения. Что здесь есть вообще из управления? У нас имеется джойстик под левым пальцем, то есть куда мы тапнем, там он, соответственно, и появляется. Это достаточно удобно, и с помощью свайпов по правой части экрана мы можем пролистывать. Имеются некоторые объекты, с которыми мы можем взаимодействовать. Например, мы можем разбивать кувшины. И первоначально в одном из кувшинов лежал синий сапфир, но я его собрал, поэтому уже вы его не увидите, потому что он у меня собран. Всего на каждом уровне присутствует 5 сапфиров. На этом уровне я нашёл 4. Итак, в каждом уровне также присутствуют вот такие вот подсказочки, потому что ваш персонаж не помнит и не знает, кто он такой. И необходимо помочь ему не только сбежать, но и вспомнить, как это вообще всё происходило. Итак, нам первое, что нужно сделать, это открыть калитку. Открывается это всё достаточно легко. Высовываем засов и проходим сюда. Так что здесь мы видим? Здесь мы снова видим очередную подсказку. Всё здесь на английском, но здесь нам пишут, что огонь – это их сила. То есть они используют огонь для того, чтобы быть сильными, что ли. Как вы видите, здесь есть различные вот такие вот штуковины, в которых заковывают людей, чтобы они не могли пошевелиться. Дальше, дальше у нас снова есть объект. Это вот такой вот шарик с цепью. Чтобы открыть дверь, его необходимо вот такими вот свайпами опустить вниз. И тогда мы откроем дверку и выйдем. Мы не можем долго находиться возле огня, поэтому в таких местах необходимо очень-очень быстро проходить, иначе вы можете просто-напросто сгореть. Там, кстати, тоже лежал один из кристаликов, и нам необходимо было его собрать. В общем, рекомендую вам разбивать все сосуды, которые вы только видите, потому что в этих сосудах часто находится что-то полезное. Это могут быть как кристаллы, так, допустим, и ключ, который позволит вам выйти отсюда. Вот, кстати, мы нашли ключ, и это отлично, потому что именно он нам и понадобится в ближайшее время. А здесь вам предстоит ходить и по балкам. Чтобы пройти по балке, вам необходимо будет удерживать равновесие с помощью акселерометра, то есть наклоняем потихонечку ваше устройство из стороны в сторону, и не даем нашему персонажу упасть, потому что если он упадет, то он упадет на пике точеный и, к сожалению, погибнет. А здесь, помимо всего этого, необходимо будет также еще и показывать, насколько вы хитры, вам предстоит кидать камни в определенные цели для того, чтобы, например, активировать что-то или, ну, сделать еще что-то в этом духе. Так, здесь какие-то сосуды, так, в них ничего. Давайте проверим еще вот эти, может быть, все-таки я какой-нибудь сосуд упустил и поэтому не смог найти кристалл. Нет, кристалла здесь нету, к сожалению, но ладно. Итак, нам нужен ключ. Ключ у нас есть, перемещаем его и открываем дверь и тем самым сбегаем из первой комнаты. Да, побег удался. Игрушка очень красивая, сделана она на движке Unreal Engine и поэтому как графическая составляющая, так и физическая в игре просто безупречна и на высоте. Атмосфера игры просто великолепна, особенно уже со второй миссии, где появляются реальные противники, которые могут вас убить, если вы чуть-чуть пошумите. А пошуметь здесь можно достаточно легко. Задеть висящую цепь и все, вам придет смерть. Наверное, сейчас я вам это все продемонстрирую. Так, здесь у вас, кстати, есть скрытая вот такая вот дверь. Ее нужно разбить тапами. То есть вот так вот все круто сделано, до того продумано то, что, наверное, первый раз, когда будешь играть, сразу до этого и не допрешь. Итак, проходим сюда. Здесь очень много камней, которые мы можем собирать. Так, вот эти камни. Собираем камни. Сейчас я вам все-таки чуть-чуть, наверное, проспойлерю эту миссию, просто мне хочется показать того монстра, который здесь присутствует. Так, здесь еще какой-то крест лежит, его тоже забираем. Так, ладно, погнали. Чтобы выйти вот отсюда, нам необходимо попасть камнем вот в тот рычаг. Чтобы это сделать, выбираем камень, прицеливаемся и свайпаем вверх. Да, мы попали и прошли. Итак, вон, смотрите, там находится какой-то скелет. Причем скелет арбалечка. Если мы только чуть-чуть сможем как-то задеть вот эту цепь нашим телом, то мы проиграем. Конечно, у меня есть догадка, что нужно попасть вот в ту штуковину, и тогда у нас что-то получится. И да, правда, я дальше не проходил, не видел, но было очень интересно до этого догадаться вместе с вами. В общем, игрушка просто офигеннейшая, отличная. Она, кстати, тоже выходила до этого на iOS, и теперь она перестала быть эксклюзивом и вышла на Android, за что большое спасибо и низкий поклон разработчикам. Игра мне понравилась как в плане графики, как в плане атмосферы, так и вообще по своему сюжету, и потому что я любил и люблю игру The Room. А эта игра хоть как-то отдаленно ее напоминает, только здесь можно и проиграть, можно и умереть. Так, ну вставляйся крест. Все, мы вставили крест, и походу нужно еще найти будет корону. Ставьте, точнее, как вам правильно-то сказать-то, как правильно сформулировать мысль? Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, и у вас всегда будет во что поиграть на вашем Android-устройстве. Всем пока и спасибо.